Привет всем, меня зовут Олег Антоненко и сегодня я с новым микрофоном. Как вы могли заметить, в ней его поставили мои друзья, блогеры. Они сказали, что без разницы какой микрофон ты купишь, он все равно будет лучше, чем звук на камеру. Если вам не нравится новый звук микрофона, тогда напишите об этом в комментариях. Я буду снимать пока без этого микрофона и буду копить на новый, нормальный, с хорошими характеристиками. Ладно, не буду тянуть, потому что обычно у меня всегда затягиваются мои выступления. Сегодня весьма месячные, вам они понравились мне тоже, поэтому давайте начнем. Напоминаю вам месячные, это рубрика, в которой я вам рассказываю о тех вещах, которые мне понравились в определенном промежутке времени. Давайте начнем с еды. Первое, что я вам хочу показать, это брусничный джем из Икеи. Это потрясающая вещь, я полюбил варенье, плюс мясо, это любовь. Я понял, насколько это вкусно, я даже отказался от кетчупа, майонеза, киченеза, аджики, от всего остального. Моя бабушка называет это извращенством, но мне нравится безумно. С фрикадельками, с шашлыками, это необыкновенно, всем советую. Просто, божечки-то мой, смотрите на эти пальцы. В общем, я положил следующую вещь на стол, а он оказался окрашенным. Молодец, Олег. Классно. Хорошо постарался. Если вы видите, это краска на пакете моем с травой. Кошмар. Сейчас я уберусь, и мы продолжим. Не клади на стол, если не знаешь, окрашен ли он. Второе, что я хотел бы вам показать, это пакет руколы. Это, безусловно, мой фаворит, потому что я с этой травой просто не расставался. Я везде таскал с собой руколу, огурчики, водичку, и все было прекрасно. Ел, ел, ел. Это для меня было что-то вроде чипсов. Это, наверное, странно, но, тем не менее, мне безумно нравилась рукола. И сейчас нравится, в принципе. Мне, наверное, надо было постоянно чем-то занять свой рот, и поэтому я жевал травку, и мне было хорошо. Потому что я не чувствовал чувства голода, не чувствовал чувства голода. Я не ощущал чувства голода. Я, наверное, продолжу так делать, пока у меня не закончится рукола, потому что в магазине она дорогая, на огороде все хорошо, она растет как сорняк какой-то. Следующее, что я вам покажу, это глейт. Я мечтательная. Запашок еще тот. Мне не очень нравится, конечно. Но почему он в моих фаворитах? Дело в том, что по всей квартире пысает шпротик, а он у нас котик, то есть не кошечка. И от него попахивает знатно так. Просто амбре на всю квартиру. Вот это мочи. Что-то в последнее время он прям разошелся. И эта штука просто спасает, действительно, потому что она поглощает все запахи. Ведь неважно, уберешься ты за ним или нет. В любом случае, запах будет очень сильный, и от него никуда не деться. А вот эта мне штучка помогает довольно-таки. Если у вас котики, и вы знаете, что с этим делать, то напишите мне в личку. Поболтаем, расскажете, поновим друг другу насчет пысания. Следующее, что я хотел вам показать, это косметический вазелин. Это на самом деле потрясающая штука. Она стоила мне всего лишь 20 рублей. Я ее купил, чтобы у меня не сушились губы, потому что они у меня жутко сушатся, прям скукоживаются. Такие все морщинистые, некрасивые. А хочется же, чтобы они были такие неплохие. Во-первых, что мне понравилась цена, безусловно, потому что 20 рублей за такую баночку большую, это хорошо, то есть это дешево. Она очень хорошо смягчает, увлажняет мои губы. И вообще, в принципе, очень много применений для этой штуки есть. Например, если у вас аллергия, и вот здесь все шелушится, то просто помажьте вазелином, и все пройдет. Я попробовал, у меня действительно все пришло. То есть это очень хорошая штука, мне нравится, всем советую. Я его покупал в Ашане, но, мне кажется, можно купить любые аптеки абсолютно. Этим летом я начал увлекаться стендапами, я их начал смотреть довольно-таки часто. Одним из моих любимых, это, безусловно, Эми Шумер. Потрясающая женщина. Никогда я не чувствовался в настолько аморальной обстановке. Как у нее это получается, я не знаю. Мне это нравится, это самое интересное, что меня пугает. Я ее смотрю, смотрю, смотрю. Из русских стендаперов мне сейчас в последнее время очень интересно смотреть поперечного. Мне нравится Адапрею, хотя очень морально. Если вам нет 16 лет, не знаю, как вас оградить. Я не знаю, сколько должно быть лет, чтобы смотреть стендап. Я бы на самом деле вообще запретил даже мне смотреть такие стендапы, но мне нравится, я смотрю. Я не помню даже, когда я так сильно смеялся над кем-либо. То есть сериалы, комедии, они меня не столько смешат, сколько умиляют. А Эмми Шумер это просто нечто. Я впервые до слез смеялся. Если у вас такой юморок странненький, аморальный, в общем, вам нравятся какие-то такие неприличные шутчики, вот, советую Эмми Шумер. Пуперечный вы его, возможно, знаете. Если не знаете, то посмотрите. Тоже приличного мало, но мне нравится почему-то. Возможно, мне такой период в жизни, когда начинает такое нравиться. Не знаю, не осуждайте меня. Если вы любите стендапы, то напишите в комментариях, какого стендапера вы любите, чтобы я его оценил. Я обязательно отвечу вам в комментариях, как он мне. Или она. Лучше она. Люблю слушать женщин-стендаперов. Также сегодня я решил вам рассказать об этой книге. И она не находится в моих месячных. Вроде в видео она есть, но... Я вам могу сказать то, что все-таки Wrecked Is Furnal или Бессмысленная книга не для меня. Как бы я ни старался ее заполнять, все равно у меня нет того энтузиазма, который был при пятибуке и при прочтении книги Миранда Синкс. Несмотря на то, как я люблю Алфи, прости, но... Он хороший, но не мой. Вот так даже. Хорошая, наверное, книга для кого-то. Кому-нибудь из вас, наверное, понравится. Лично для меня эта книга не подходит, но, в принципе, название оправдывает себя. Бессмысленная книга. Вообще, на самом деле, я ее, наверное, буду брать с собой в институт, потому что, когда какие-то перерывы, или пока я еду в институт и обратно, а это у меня занимает в сумме где-то около двух часов, я всегда смогу открыть книжку и позаполнять ее. Мне нравится такое делать, но почему-то энтузиазма у меня больше к этому нет. Давайте продолжим. Теперь я хочу рассказать вам про мою небольшую проблемку. В последнее время я всерьез начал увлекаться Сёдзи мангой. Ага. Вы же не знаете даже, что такое манга. Не то, что Сёдзи. Даже манга не знаете, что такое. Так что, давайте я вам дам определение. Сёдзи это такой жанр манги. Манга равно комиксы. Давайте так, чтобы вам было проще. Сёдзи манги нам показывают личностное развитие человека и показывают его первую влюбленность в основном. Но чаще всего так бывает. Это как раз для меня больная тема. Сёдзи мангой как-то закарифанился и постоянно я читал, вдохновлялся. Потому что, знаете, там показаны такие искренние чувства, которые в реальной жизни я никогда не видел вообще. Не было примера чистой, искренней любви. И именно вот в Сёдзи манге там показана сказка, можно сказать. Она меня действительно очень вдохновляла. Ощущение того, что эта сказка может произойти с каждым. Поэтому вот так. Я очень люблю Сёдзи мангу. Шоб вы знали. Не отписывайтесь на меня, пожалуйста. Также я хотел рассказать вам про музыку, которую я слушал этим летом. Я очень сильно полюбил Айви Ливан заново. Вот это то же самое, что Эль Кинг. Если раньше была такая толстушечка, дерзкая, немного пьянчушка, то сейчас Айви Ливан. Такая строгая, жёсткая, интересная, коварная. Я не знаю, как её описать, но тем не менее, она очень классная. Её песни меня тоже безумно вдохновляют. Так что всем советую послушать. Вы поймёте, какой там посыл. И когда я её слушаю, вот во мне тоже просыпаются те черты, которые есть в её песнях. Также я очень полюбил акустические каверы, потому что в последнее время в музыке так много всего понамешано и не слышно даже самого исполнителя толком. А я люблю, когда исполнитель есть, какая-нибудь гитарка или фортепиано, и всё, больше ничего. Поэтому я очень полюбил акустические каверы. Для примера мне очень нравятся акустические каверы на Хелси, Ариану Кранде, потому что с Арианой у нас вообще с 2012 года очень натянутые отношения. Раньше они были хорошие, сейчас мы, знаете, такие тёрки небольшие. Также в последнее время я полюбил очень сильно попсу. Я не знаю почему, но всё, что находится в топ-чартах, мне почему-то нравится. Раньше я себя отодвигал от топ-чартов, уже где-то через годик я прислушался к этой песне и понимал то, что да, в принципе она такая неплохая. И в тихушку их слушал. А сейчас такого не происходит. Сейчас я просто зашёл в топ-чарт и всё добавил. Мне всё понравилось. Если вам интересно послушать те песни, которые я слушаю, то вы можете сделать это в моей группе, потому что там я каждую неделю, абсолютно каждую неделю выставляю плейлист с теми песнями, которые мне понравились за эту неделю. Кому-то это интересно, наверное. Или нет. Не знаю. Но я надеюсь, что интересно. Если что, переходите в мою группу и посмотрите сами. На этом всё. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok